МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Даже сюда, в теплую Турцию, доносится информация о том, о чем не рассказывает БСТ своим согражданам, а мы постараемся все-таки обозреть то важное, что не освещают государственные средства массовой информации. Например, БСТ и примкнувшие к этой организации СМИ Башкортостана не расскажут о том, что сообщество обманутых дольщиков Республики Башкортостан обратилось письменно к Владимиру Путину с требованием разобраться с ситуацией, сложившейся в этой сфере. В частности, дольщики возмущены тем, что Ради Хабиров в очередной раз поручил заниматься этой проблемой Зульфия Гайсиной. Дольщики в своем обращении напрямую указывают на то, что Зульфия Гайсина дестабилизирует ситуацию в этой области, что она организует какие-то там приватные группировки и объединения людей, которые ей угодны и игнорируют тех, кто ей не угоден. В общем, там масса претензий, и люди напрямую уже обратились к Владимиру Путину, минуя Ради Хабирова, видимо, понимая, что он окончательно сделал свой выбор, и Зульфия Гайсина ему безумно нравится. Не рассказала БСТ на минувшей неделе и о том, что продолжаются подсчеты расходов Ради Хабирова на себя, дорогого Ради Хабирова. Как известно, глава Республики Башкортостан уже окончательно и прочно завоевал для себя репутацию самого дорогого губернатора в ПФО, а то и во всей России. Так вот, издание Proof.ru посчитало, что в год Ради Хабиров нам обходится примерно в 500 миллионов рублей. То есть, вот столько его содержания на его посту, его житье-бытье, жилье, транспорт и прочее-прочее. То есть, причем сумма эта не окончательная, и, судя по всему, будет только расти. Например, содержание только его резиденции, которая охватывает 40 гектаров леса, и зданий, и сооружений в двух километрах от деревни Вязовка и в 30 километрах от города Уфы. Только 10 миллионов рублей тратится на охрану этого имения в год. 9 миллионов, как известно, тратилось в этом году на канализацию Ради Хабирова. 18 миллионов рублей, прошу отметить, было потрачено на ремонт отопления в этой огромной резиденции. А там всевозможные текущие ремонты, косметические ремонты, озеленение, благоустройство, уборка и прочее-прочее. Я уже не говорю об оплате услуг, обслуги многочисленной, которые там есть. В общем, живет Ради Фаритович исключительно по-царски. И вот эти 500 миллионов, которые в совокупности составляют затраты на его содержание, конечно, честно говоря, пугают. Особенно на фоне того, что министр финансов Лира Игдисамова окончательно огласила уже третий вариант бюджета Республики Башкортостан на 2023 год. И доходная часть в этом бюджете составит 267 миллионов рублей, а расходная 285 миллиардов рублей. Соответственно, дефицит этого бюджета составляет 18 миллиардов рублей. Но если мы по полмиллиарда будем тратить на содержание только одного Хабирова, то, конечно, нам никакого бюджета не хватит. В общем, конечно, цифры с содержанием и тем, в какие деньги обходятся Республики Ради Хабиров, становятся все более и более угрожающими. Абсолютная тишина в официальных СМИ Республики и о ситуации с сельсоветом Шестаевским. Есть такой Шестаевский сельсовет Довлекановского района. Так вот, там произошел массовый отказ от своих полномочий местных депутатов сельсовета. Причем этот массовый отказ связан с несогласием с действиями главы сельского совета госпожи Тиняевой. И в целом все это недовольство связано с тем, как распределяются земли сельского совета. То есть там и вопросы по выделению земель каким-то коммерческим организациям, там и вопросы по тому, куда делись поевые земли и прочее, прочее. В общем, депутаты сельского совета, которых, кстати говоря, по их словам, всячески преследуют и притесняют, они не нашли уже другого варианта, как протестовать против подобного распоряжения землей сельсовета, кроме как уйти в отставку и опубличить вот эти свои действия. Может быть, кто-нибудь там повыше заметит ситуацию в Довлекановском районе и в Шестаевском сельском совете. Минувшая неделя была отмечена двумя крупными кадровыми перестановками в руководстве Республики Башкортостан. И, безусловно, самым главным решением было решение назначения нового министра транспорта и дорожного строительства. На эту должность назначен Александр Клебанов. До сего момента он непродолжительное время был заместителем министра того же ведомства. Ну, тут же все кинулись, конечно же, выяснять, кто такой этот Клебанов, потому что он, в общем-то, в определенной степени находился в тени. Выяснили довольно странные вещи. То есть у меня лично в отношении господина Клебанова появилось очень много опасений в том смысле, что есть ли вообще шанс на улучшение в этой сфере, потому что предыдущие эпизоды говорят о том, что все кадровые решения, принятые Радием Хабировым, а именно он утверждает министров правительства Республики Башкортостан, повлекли за собой чудовищные последствия. Мы помним, что господин Жульков под следствием, господин Булышев как-то неопределенно тоже примерно где-то там же. И вот теперь, значит, Клебанов. Господин Клебанов ранее работал в Москве, в Пермском крае, в должности министра транспорта. Оттуда, из Пермского края, он удалился как-то неспокойно и со скандалом. Ну, по крайней мере, об этом говорят его бывшие сослуживцы. В Москве господин Клебанов занимался транспортным бизнесом, который впоследствии обанкротился, что тоже, наверное, говорит о неком уровне квалификации этого господина. И повсюду, повсюду, и в Перми, и уже теперь в Уфе господина Клебанова сопровождает загадочная фирма Автомиг, которая занимается пассажирскими автоперевозками. Что-то мне подсказывает, что компания Автомиг теперь расцветет буйным цветом и в Уфе. Она уже занимается перевозками пассажиров на определенных маршрутах, и вот будем пристально наблюдать, насколько удача вдруг сейчас улыбнется этой замечательной компании. Ну, кроме всего прочего, по мнению специалистов, господин Клебанов очень критически относится к необходимости электротранспорта вообще в городе Уфе, что, на мой взгляд, признак абсолютной дикости и некомпетентности, потому что миллионный город точно должен иметь хорошую, нормальную сеть электротранспорта. Это в этом будущее, а не прошлое. И, соответственно, господин Клебанов испытывает и исповедует какие-то очень странные убеждения. Ну, вот, будучи здесь, в Стамбуле, я вижу, насколько хорошо здесь организован электротранспорт, насколько он многообразен и насколько он эффективен. По моим подсчетам, около 27 миллионов пассажиров ежедневно перевозятся здесь вообще, в принципе, всеми видами транспорта, и львиная часть из них перевозится электротранспортом. В общем, конечно, очень печальная перспектива, на мой взгляд, нарисовалась у трамваев и троллейбусов в Уфе. Ну, а второе кадровое изменение в республике – это то, что министр МВД, вопреки убеждениям и уверениям в том, что он всего лишь находился в отпуске, Роман Деев покидает свой пост и, по традиции, из Москвы нам пришлют нового руководителя Министерства внутренних дел региона. Мы пока не знаем, кто это будет. С Деевым связаны определенные скандалы, которые случились с его подчиненными. Лично он там вроде как не был задействован, но, тем не менее, видимо, это каким-то образом повлияло на его кадровую судьбу. Посмотрим. Посмотрим, как это все будет выглядеть. В большей степени, конечно, меня беспокоит Колебанов, потому что вот его репутация, которая, по крайней мере, пока добежала к нам сюда, за ним, вслед из Москвы и Пермского края, ничего хорошего нам не сулит. И еще немного о кадрах, которые продолжают действовать в так называемой команде Хабирова. Я говорю о министре образования Хажине и министре строительства, вернее, руководитель комитета по строительству господине Родине. Судя по всему, их окончательно помиловали, как бы не наградили, вот чего я опасаюсь, потому что Ради Хабиров обмяк, значит, подобрел и перестал, значит, на них наезжать. Тем временем, тот самый повод к их увольнению, который он декларировал еще в августе, продолжает цвести буйным цветом. Я говорю, например, о школе в Старом Сибае. На ее достраивание выделено еще 106 миллионов рублей. То есть, эта школа, ну, как говорят юмористы в интернете, превращается в некий тадж-махал, по крайней мере, по стоимости строительства. Еще 106 миллионов бахнут в эту стройку. Сроки окончания строительства так и не определены до конца. Никто не наказан за то, что там произошло. И, в общем-то, ну, вот смешно даже чайкам Стамбула, как это все выглядит вообще со стороны, вот как вот выглядят слова Хабирова, насколько они ценны, насколько он держит это слово. Никто не уволен, никто не наказан, а денежек еще из бюджета подкинули. Кроме вот этого, стало известно на минувшей неделе, что сорваны сроки ремонта также школы в селе Ахунова Училинского района, и за это господин Хажин и Родин тоже не понесут никакой ответственности. То есть, на самом деле, школа в Новобулгаково, в Старом Сибае, в Инорсе, в селе Ахунова, и на самом деле этих объектов бесчисленное множество, ничего не сделано, ничего не доделано, деньги профуканы и просят еще, а оба этих министра находятся на своих постах. Не отстает в своем финансовом безумии от правительства республики и мэрии Уфы. Любитель КВН и всевозможных самокатиков Ратмир Мавлиев на минувшей неделе потратил 6 миллионов бюджетных денег города на покупку ленд-круйзера для руководителя Центра общественной безопасности Александра Овчинникова. Напомню, что Центр общественной безопасности – это структура мэрии. 6 миллионов рублей заплатили за замечательный внедорожник японского производства, и теперь Александр Овчинников с удовольствием на нем ездит. По странному стечению обстоятельств господин Овчинников является еще не только директором Центра общественной безопасности города Уфы, но и родным дядей главного ГИБДДшника Республики Башкортостан господина Севастьянова. Ну, пока будем считать это просто совпадением. Не знаю, за что ему такое счастье. Совершенно непонятно, где контракт на эту закупку. Мы его найти не смогли. Ну, и, собственно, вопрос еще, а что же с лимитами на стоимость для автомобилей чиновников, которые введены в Республики Башкортостан? Напомню, что максимальная стоимость для муниципального чиновника автомобиль в 1 миллион 300 тысяч рублей. И тут 6 миллионов. Контракта мы не видим. Купили дяди главного ГИБДДшника, чтобы он тепло и комфортно передвигался по городу Уфе, обеспечивая общественную безопасность. Вот такие у нас проделки у господина Мавлеева были на минувшей неделе. Ну, и немного новостей цифровизации. Все чиновники Республики Башкортостан ринулись в социальные сети, всевозможные интернет-ресурсы и так далее, и так далее. Не отстает от них и глава администрации Кировского района города Уфы Эльвир Нурдавлятов. Он завел свой телеграм-канал, ни больше, ни меньше. Кстати говоря, телеграм все еще запрещен Роскомнадзором, но тем не менее господин Нурдавлятов там присутствует. Так вот, создав этот телеграм-канал, Эльвир Нурдавлятов понял, что никто не собирается на него подписываться. Ну, вообще, товарищ этот очень такой одиозный фигура в городе Уфе. Мы помним, что связанные с ним скандалы в ЖКХ того же Кировского района и еще других районов. В общем, и он держится вообще на своем посту исключительно, по моему субъективному мнению, исключительно за счет близости к самому Радио Хабирову. Они каким-то образом там связаны. Не знаю уж, что их связывает там. Может быть, простая мужская дружба и любовь, может быть, какие-то финансовые интересы. Ну, в общем, связь эта прослеживается. Так вот, господин Нурдавлятов с ужасом понял, что телеграм-канал его имени никого не интересует. И тут, как говорится, врубили административный ресурс. Родители школьников Кировского района, по сути, принуждают подписаться на телеграм-канал этого самого Эльвира Нурдавлятова. Хотят они этого или нет, но в школе им настоятельно рекомендуют, что они должны на него подписаться. Будут они читать этот телеграм-канал? Не будут читать. Это не важно. Главное, чтобы подписались. Кстати говоря, пропорция количества подписчиков и просмотров каждого поста в телеграм-канале четко иллюстрирует, насколько эти подписчики настоящие или фейковые. Ну, в общем-то, я смеюсь над этой ситуацией. Сам по себе Эльвир Нурдавлятов абсолютно не производит впечатления человека, способного вести какие-либо телеграм-каналы. Очевидно, что за него это делают какие-то специально обученные люди. Ну, и высказываю надежду на то, что родители школьников Кировского района и вообще жители Кировского района – это не какие-то послушные, бездумные бараны, а вполне себе осмысленные люди, и подписываться на эту ерунду не собираются. На минувшей неделе стало известно, что в детских садах Республики Башкортостан возникли гонения на всевозможных героев американских мультфильмов и блокбастеров. Я говорю о том, что детям запрещают приходить на всевозможные костюмированные мероприятия в костюмах Супермена, Бэтмена, Человека-паука и даже Халка. Ну, это было бы смешно, если бы это не было так симптоматично. При этом, знаете, вот это мракобесие в детских садах Уфы – это ведь не единственное. Все вот это расползается метастазами по сознаниям неокрепших умами жителей Республики. И вот, например, к моему великому удивлению, мой знакомец Вадим Искандаров из города Стерель-Тамака, тот самый борец за экологию, тот самый неудавшийся депутат Государственной Думы от «Справедливой России», так вот этот вот Вадим Искандаров потребовал запретить исполнение песни «Happy New Year» на елках Стерель-Тамака. Вадим Искандаров заявил о том, что это неуместно, что это плохо, что это неправильно, что на елках должна быть написана буква «З». Я не знаю, должна ли быть написана буква «З» на елках, но Вадим Искандаров потребовал отмены трансляции песни «Happy New Year». При этом он сопроводил это свое заявление, между прочим, в мэрии он написал заявление, тем, что вообще все это похоже на скандирование лозунга «Боже, храни Америку», и, дескать, это настолько возмутительно, что это нужно прекратить немедленно. Ну, хотелось бы напомнить Вадиму Искандарову вот что. Во-первых, песенку «Happy New Year» исполняет вовсе не американская группа, а шведская группа «Абба», которая даже в Советский Союз приезжала с гастролями. И, в общем-то, никак не противоречила нашей идеологии тогдашнего Советского Союза, и тем более, наверное, вряд ли может противоречить идеологии нынешней России. И если уж Вадим Искандаров такой рьяный последователь исключения всего западного из нашего обихода, то в таком случае я бы посоветовал ему перестать пользоваться импортным телефоном. Если у него айфон, то он просто должен его разбить молотком на глазах жителей города Стерель-Тамака, отказавшись от всего американского. Перестать ездить на корейском или ином импортном автомобиле. Естественно, Вадиму Искандарову нужно запретить себе пользоваться любой компьютерной техникой, потому что там внутри стоят абсолютно вражеские и чуждые нашей философии процессоры и блоки памяти. Также Вадиму Искандарову рекомендовалось бы выплюнуть изо рта импортные коронки и пломбы в зубах, потому что все они произведены то ли в Японии, то ли в Германии. Ну, конечно же, ему, его семье следует избавиться от всей бытовой техники в квартире, от мебели. В общем-то, большую часть одежды придется Вадиму Искандарову с себя сбросить, остаться в ишимбайских носках, если они уже есть. Ну, между прочим, я бы отметил, что и елочка, на которой звучала вот эта песенка «Happy New Year», судя по всему, иностранного производства, и Вадиму Искандарову должно быть неприятно вообще находиться рядом с ней. Все это на самом деле вот какая-то трагикомедия. Зная лично Вадима, я никак не допускаю того, что он клинический идиот. На самом деле это либо попытка как-то понравиться кому-то, либо действительно неудачная попытка переварить ту безумную идеологию, которую нам пытаются сейчас насадить. В утешение Вадиму Искандарову я могу сказать, что он не один такой, и таких, как он, много. И вот эти вот, на мой взгляд, клинические проявления заметны не только в городе Стерель-Тамаке. Например, в Курганской области целый губернатор области Вадим, по смешному стечению тоже Вадим Шумков, объяснил рост суицидов и депрессии у подростков в Курганской области ничем иным, как тем, что эти подростки слушают, внимание, песни, написанные потомками афроамериканских рабов. Речь идет о том, что подростки слушают хип-хоп и рэп, и из-за этого, видимо, бросаются с балконов, вешаются и стреляются. Ну, так, собственно, и Пушкин-то был потомком афроамериканских рабов. Может быть, губернатор Курганской области пересмотрит свои отношения к великому русскому классику? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова